При звании гонщик около сотни профессиональных мототрекеров и просто любителей погонять на байках собрались на автодроме Киеве. Все они борются за победу в квалификационном заезде. Что на кону, узнаем от Юлии Жешко. Мотоциклы, шум моторов и запах резины. На автодроме Чайка готовятся к чемпионату по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Все гонщики проходят квалификацию, показывают лучшее время круга. Участвовать в соревнованиях может каждый, у кого есть мотоцикл, утверждают организаторы. Говорят, тот, кто однажды попробовал себя в этом виде спорта, уже не может остановиться. Открытие чемпионата СБКЮ состоится уже завтра. 70 пилотов, а именно так называют мотогонщика, будут бороться за кубок победителя и участие в чемпионате мира. Но перед соревнованиями мирового мотобайка пилоты будут участвовать в чемпионате Украины. Там из нескольких десятков мототрекеров выберут лучших. Я 10-кратный чемпион Украины, не единожды уже выигрывал чемпионат. Это всегда приятные и положительные эмоции. Среди участников профессионалы, то есть те, кто зарабатывает благодаря этому спорту. Хотя есть и любители. Сначала стоят мотоциклы профессиональных пилотов, которые выступают в старшем классе. И по мере того, как мы продвигаемся дальше, это все дальше и дальше новички. Но любители не значат новички. Среди них есть те, кто не уступает профессионалам. У нас очень много девочек едет. И это довольно-таки интересно. Это ярко, это классные эмоции. И едут все, у кого есть желание. Активный спорт такой весьма, экстремальный. По затратам физически можно сопоставить с боксом. Но это не основной мой вид деятельности. Мото и автодром постоянно совершенствуются. Здесь есть даже детская зона. Этот чемпионат проходит больше 80 лет в Украине. Понятное дело, что мало на него обращается внимания. Но мы пытаемся его развивать, усовершенствовать. Чтобы было весело в закрытом парке. Делаем вип-зону для вип-гостей. Где можно покушать, покурить кальян. Единственное, что мешает проведению гонок, это погода. Из-за неожиданных ливней соревнования и вовсе могут отменить. У судей, конечно, дилемма огромнейшая. Даже в MotoGP и в мировом супербайке, если ливень имеет очень большой ливень, гонку останавливают. 10-15 метров ничего не видно. А как ехать в шлеме? Чемпионат будет продолжаться при любых погодных условиях. Так решил судья. Юлия Жишко и Сергей Ведмись. Подробности. Телеканал Интер.